А знаете, что нас сегодня ждет? 10 ноября в клубе «Москва» проходит концерт нашей подруги Арины Даниловой. Ее пришли поддержать ее самые близкие друзья и преданные фанаты. Сейчас мы разделим с ними это трепетное волнение и оторвемся как следует. Постепенно без тебя я одна схожу с ума. Высыхают океаны, где ты и я. Расскажи, что ты сегодня здесь делаешь? Я пришла на концерт Арины поддержать ее. Собираюсь слушать песню Арины. Хочу получить удовольствие и хорошо просить вечер. Я узнала, что у Арины Даниловой здесь проходит сольный концерт. И мне очень стало интересно, и как я люблю ее смотреть. Смотрим на Арины Данилову. Я пришла Арину поддержать, потому что это ее второй концерт. Она меня пригласила, но мы только недавно начали более плотно общаться, поэтому я пришла ее поддержать. Мимолетная звезда, я в полете как всегда. Наступившее молчание, оглушая тишина. Скажи, пожалуйста, вот Арина, кто для тебя в первую очередь певица или блогер? Певица. Для меня она мой кумир и блогер, и певица. Скорее блогер. Для меня она в первую очередь певица, потому что я ее изначально увидела на голос дети. Мне она очень нравилась, и альбом у нее сам по себе просто охеренский. Певица, потому что она во всех своих видеороликах говорит, что она больше певица, чем видеоблогер. Она просто творческий человек. Арина, в первую очередь для меня, наверное, все-таки певица, потому что мы с ней познакомились, когда она только начинала свой канал. Да и, в принципе, для меня она стала известна как раз-таки с момента запуска проекта «Голос». Девочка со стаканчиком и все такое подобное. Блогер. И блогер и певиц. Для меня она, наверное, все-таки певица, потому что мне очень нравится, как она поет. Я людей не разделяю по профессиям. Блогер, певица. Для меня Арина очень талантливая девочка, которая всегда пела и всегда вела свой блог. Поэтому она для меня и блогер, и певица. Какое у тебя любимое шоу или видео на канале Арины? Шоу «Свидание слепую». Мне нравится ее видео, там, где она приглашает других своих друзей или блогеров. Это очень интересные коллаборации. «Свидание слепую» все выпуски. Шоу «Гляделки», потому что, как по мне, оно самое хитовое. Все любимые. Выпуски «Гляделок» и «Свидание слепую» они прям вообще топ. У нее все видео классные, но больше всего мне нравятся «Свидание слепую». С кем бы ты хотела, чтобы Арина сделала фит? С Катей Адушкиной. Очень хочу, чтобы она сделала фит с Алсу. С Мишей или с Кириллом? С Сашей Спилберг. С Кириллом Скрипником. С Катей Адушкиной. И если я начну свою карьеру певицы, то со мной. С Маргарет Штерн. С Кариной Рекелян. С певицей Сашей Капустиной. Я думаю, что можно с Кристианом Костовым. Кристиан Костов, да. Скажи, пожалуйста, ты лучший друг Ариши. Как ты ее поддерживал? Волновалась она? Расскажи. Да, волновалась. Да, я такой, типа, Ариша, не волнуйся. Она перестала волноваться. Да, конечно. Я подарил ей цветы и мишку. Она волновалась, да. Мы недавно вот были на дне рождения у Милены. Она там рассказывала, как она хочет уже выступить, но она очень боится, потому что такие эмоции нереальные. Конечно, я волнуюсь за Аришу, но она такая трудяга, такая умница. У нее все обязательно получится. Думаю, волноваться не очень. Ариша, да, переживала, но у нее было такое очень приятное какое-то волнение. Она как бы волновалась просто за какие-то именно, там, может быть, технические моменты, да. То есть, ну, у нее большая команда здесь работает, поэтому, ну, она ее быстро отпустила, это волнение, вот. Но она волновалась, конечно, чтобы, там, ты всегда перед концертом волнуешься, сколько людей придет, а все ли хорошо пройдет, будет ли хорошо звук работать, да, бывают разные курьезы. Все хорошо, мы ее поддерживали тем, что просто, там, обнимашки, все такое, говорили, Ариш, да ты что, вообще не парься, все будет нормально. Вот, поэтому все хорошо, Ариша в полном порядке. На самом деле, я была на многих репетициях перед этим концертом, я видела, как она волнуется, и мы просто с мамой стояли, так, давай, все хорошо, не волнуйся, все получится. И когда сейчас Ариша выступала, я просто стою, как будто бы я выступаю, я безумно за нее волновалась, но она огромная молодец. Так как я тоже выступала, у нас тоже был тур по адресу к городам России, я понимаю, что это был концерт, и я, конечно, там не пела, я танцевала, но все равно я понимаю, мы даже в этом сале выступали в Москве, поэтому я ее понимаю. Только что закончился концерт, поделись своими эмоциями. Я очень счастлива и рада, что этот концерт прошел лучше, чем в прошлом году. Мы растем, мы развиваемся, было очень волнительно, но сестренка моя со всем справилась, я ей очень сильно горжусь, она большая, молодец. По себе, но без себя, я опять схожу с ума, а ты снова молчишь. Арина, поздравляю, это было феерично. Спасибо. Стравнистые ощущения год назад и сейчас. Год назад я, наверное, не могла позволить себе того, что я придумывала за секунду, то есть у меня на сцене возникла минутная идея, и я ее сразу делаю. Типа, это прям свобода была. Я, то есть, отпустила все, я думала, блин, да попик, я залью мониторы водой, да господи, я сделаю это, потому что мне это хочется. И это действительно вот прям вот голосальное счастье, вот. Поэтому сегодня я почувствовала максимальную свободу. Я хочу пожелать обязательно достигать всех успехов во всех начинаниях, чему бы она ни прикасалась, чтобы все становилось масштабным, крутым. Я очень верю в этого человека, она молодец, она делает все правильно, и я просто желаю, чтобы она была всегда такой искренней и настоящей, и радовала именно своим голосом. С удовольствием нужно начинать с нуля.